Она широко используется на практике. Называется это техника с заливками. Сейчас увидите что-то такое. Мы, знакомясь с анатомией сначала теоретически, потом проводим практическую работу. Полосное вскрытие рыбы. На самом деле, если кто-то из вас когда-нибудь был на рыбалке, то совершенно такую же вещь делают каждый раз, когда готовят уху, жарят рыбу и так далее. Только мы будем не просто потрошить рыбу, а делать это по определенным правилам, для того, чтобы разобраться с тем, как устроены внутренние органы, какое положение в теле они занимают, а заодно с таким деликатнейшим, на самом деле сложнейшим вопросом попробуем разобраться. А что такое жизнь? И какие границы жизни? Вот когда можно считать, что организм еще жив, а когда можно считать, что организм уже не жив? До начала 20 века по отношению к людям. Как эта задачка решалась? Если кровь еще... Кровь еще... То есть резали руку и смотрели, а кровь течет, значит живой. Если есть пульс. Если есть пульс, вот это другое дело. Так, первый показатель. Еще. Кульс и дышат. Да, дыхание. А как, кто знает, проще всего даже слабое, самое слабое дыхание, если фиксировать. Зеркальце или стеклышко-картон. Дело в том, что выдыхаемый воздух всегда важен, поэтому что будет зеркальцем? Зеркальце. Зеркальце. Если взять ему приоткрыть веки и посветить в глаз панерикам, то зрачок сузится. Зрачковый рефлекс исключительно глубокий автоматизм. Центр находится рядом с центром регуляции сердца. И пока все живо, зрачковый рефлекс работает. Ну а если зрачок не реагирует на свет в течение гритного времени, тогда все плохо. Тогда это значит, что все отключилось. Так? Хорошо. И такая диагностика, в общем, достаточно успешна, существовала в длительное время, пока не стало понятно, что делать намного сложнее. А точнее, во много раз сложнее. Оказывается, наше сердце, допустим, умодается работать совершенно самостоятельно. Даже если его взять и сечь из организма, вынуть из тела, так, и поместить, правда, при этом обязательно, поместить в соответствующую питательную среду, прокачивая либо кровь этого человека, либо заменяющую жидкость, покровенностным сосудам тела. Но это просто, чтобы не задохнулись клетки сердца. Так? И сердце останется работающим. В некем. Это значит, хорошо, там, организм вроде как умер, а сердце работает. Угу. Поэтому существует в такой период времени, ну, в 20 веке, в медицинской практике было экспериментально установлено, когда сердце уже встало, дыхания нет, жальковой рефлексы нет, но если за этот период заставить сердце опять работать, так, то все процессы восстановятся. В чем дело? А дело в том, что по-настоящему остановить сердце очень трудная работа. Почему исчезает курс? Не в том, что сердце встало, а потому что в камере сердца потеряли порядок сокращения. Вместо того, чтобы сокращаться, целенаправленно выбрасывая струю, каждый раз порция, сердце начинает вот так бёргаться. Неупорядоченное сокращение участков. Движение есть. А вот выбрасывание крови будет происходить? Не будет. Вот если сердце опять навязать определённый ритм, то все процессы восстановятся. Вот как называется то время между исчезновением усы, так, и крайним сроком, когда сердце можно перезапустить. Слышали наверняка. Вот это время клинической смерти. Потому что по классическим показателям вроде организм умер. Но если сердце перезапустить, что произойдёт? Установление всего. Так. К чему я сейчас вам про проблему клинической смерти расскажу? Ну, кто реально на рыбалке был когда-нибудь? Ага, ну несколько человек были. Значит, пойман на рыбу жарили, там же на месте. Ну, не жарили. А, не жарили, да. А вы знаете, когда жарят, особенно карасей, эффект происходит такой своеобразный. Ну, надёргали карасей, да? Тут же, парышни, у костра, там сковородка большая, нагретое масло, учёб уже пассерованный. Карасей выпотрошили, почистили, порезали на куски, куски бросили на сковородку. Чё делают куски карася на сковородку? Я не знаю. Прыгают. Они что, живые? Простите, пожалуйста, как может быть живым кусок тела? Ну, нервы-то там остались. Отрепление жизни будет доброе. Жизнь, например, приятный организм. Программа в компьютере. Ну, высокоинкоперированные системы, да? У которых есть, конечно же, свои контрольные пункты. Ну, вроде как, есть правительство России, а приятный есть правительство Москвы. Если уже есть правительство России, зачем правительство Москвы? Разуматься локальными проблемами. Так? Значит, вот такие локальные системы управления есть у нас, конечно же. Всему телу разбросаны. В результате, в каждом таком куске свои органы рецептора, принимающие сигнал, есть? Есть. Нейроны переключателя входного сигнала на исполнитель, есть? Есть. Мышечные клетки, которые являются исполнителем, есть? Есть. Значит ли это, что кусок тела живой? Нет. Не значит. У него установлен обмен. Кислород не поступает в качество окислителя. А значит, там не могут выделяться новые порции энергии, которые это состояние сколько-либо могут стабилизировать. все, ребятки. Так вот, если хотите, могу показать вам на полосном вскрытии карта как раз автоматизм сердца. Рыба, ну, во-первых, она и с вскрытием уже будет декомпетирована, то есть, на самом деле, головной мозг разрушен. А сейчас показатель смерти, вообще настоящий показатель смерти, считается разрушением головного мозга. Так? Вот, головной мозг умер, все, необратимая смерть. Что бы вы ни делали, это смерть. Нарушена центральная интеграция всех дел. Значит, хорошо. Так вот, рыба с самого начала будет декомпетирована с разрушенным головным мозгом. Проводим вскрытие, снимаем боковую стенку целома, показывая все внутренние органы, занимает это хозяйство примерно ну, минут 40, который час. Разбираемся. А после этого я аккуратненько вскрываю вот этот вот участок сразу за жаберной крышкой. Так? Вот здесь находится отдельно обгороженная камера, внутри которой расположено сердце у всех позвоночных. Такой пакет, в котором лежит сердце, называется перикард. Так? Если вскрыть перикардиальную полость, увидим сердце. Как вы думаете, через час после того, как рыбу выпотрошили, сердце работает или не работает? Работает. И работать будет еще очень долго. Рыба выпотрошена, головной мозг разрушен, болевой реакции ни на одной мышце нет, а сердце работает. Вот такие дела. у сердца есть собственная система водителей ритма. Исключительно желудочная. Зачем я вам все это говорю? Если со временем вы хотите разобраться в настоящих законах работы вашего тела, вот после вашего организма, не о всяких глупостях, о которых сейчас забить интернет, просто душе и выше, а как тело работает по-настоящему. Надо начинать с серьезных вопросов. Не со всякой экзотики такого очень сомнительного свойства, а с серьезной физиологией анатомии. Вот тогда разберемся. Ну, с ритмом, потому что они проще. Разумеется, разумеется, бессмысленно начинать сразу с тензорного анализа. Человек просто не проще ее любить любви. Ну, конечно, бессмысленно начинать сразу с млекопитающих. Сначала основу смотрим. Здесь же в аваруице все необычайно логично. Берем модель, смотрим, какие изменения вносим, получаем следующую модель или варианты следующих моделей. Вносим изменения, получаем варианты следующих моделей. Вот так. А прощеров не бывает? Прощеров, конечно. Бывает. Что? Крутнейшая группа многоклеточных животных объединяется в компании, которая называется «типы». Вот мы с вами относимся к типу хорных. В этом типе три разные варианта. Один нам всем знакомый, как мы с вами, позвоночная. Но это самый сложный и конечный вариант. Он появляется уже тогда, когда тип существует не первый миллион лет. Два более простых типа. Бесчерепная и личинка кордовая. Это наше родище. Но если я вам покажу взрослую личинка кордовая, вы в жизни не опознаете в этих существах наших родичей. Они похожи на все, что угодно. Больше всего на мумитрове читали? Помните когда они плавали приплывали на остров хатифнапов? Или не помните? Чуть-чуть. Ага, чуть-чуть. Вот похоже на компальных хатифнапов. Ну, для меня лично. А уж никак не на позвоночных. Вот у этих существ заложена основа. А в этой основе мы обязательно с вами поговорим. Основа конструкции наших тел исключительно простая. Ну, вот это тоже касалось теоретика и практика рисунка. Давайте собираемся. вот смотрите, являются ли эти рисунки теневыми или нет? Нет. Здесь нет задачи передать объем. А какая задача? Вот представьте, если бы такой тональной штриховки не было совсем. В этой путанице линии хоть что-нибудь было бы понятно? нет. Была бы такая мешанина из линии и все. Значит, при технике заливки, она используется, когда у вас есть многоплановое изображение, вот большое количество деталей, и каждая из них важна. Так? Значит, как достигается? Сначала делается линейный рисунок, а затем выбирается интенсивность штриховки для каждого участка, да? И задача не просто начиркать, замазать, обратить внимание, вот в идеальном случае, как это все сделано, а так, что дистанция между штрихами вообще исчезла. Ни в коем случае ничего не растирайте пальцем или бумажкой. Ничего, кроме грязи, вот так не получите. Как получить аккуратненькую заливку после того, как у вас будет сделан линейный рисунок, я покажу. Ну и разные варианты заливки. Как вы видите, заливки вполне сочетаются с какой техникой? Вот здесь, вот здесь, дублера, конечно, вполне сочетают. И получаем вот такой хороший эффект. Не столько изобразительно хороший, сколько хороший для работы. На таком схематическом рисунке все понятно, все видно. Итак, сегодняшняя задача, во-первых, новый набросок, а наброски это вообще самое главное, чему мы учимся, во-вторых, линейный рисунчик, так, и начало заливки. Идея понятно? Хорошо. Значит, ну и сегодня я уже выдам вам каждому материалу вот с чем работаю. давайте на тех же черепах, чтобы нам в какие-то уж совсем сложные сложности не влезать. Значит, вот давайте подумаем, пригодится ли техника заливки для того, чтобы изобразить вот этот череп лицбок? Вряд ли вы считаете. А если я изображу заливкой район глазницы, не изображая заливкой с половым дугом, если другим тонном заливки я изображу участок затылочного сектора, так, при этом выделяя вот здесь два тонна заливки используем, ближе к затылочному гребню более темный, дальше от затылочного гребня более светлого. Ну и что с вашей точки зрения? При этом объем и детали предмета станут менее понятными или более понятными? Более понятными. Ясна ваша задачка? То есть сначала линейный рисунок, потом определяем, какие районы выделяем заливкой, и потом заливкой. Значит, ну и давайте что-нибудь немного чтобы вам попроще было. А давайте перейдем к фундаментальным вещам. Значит, давайте два человека, не один на два, садитесь на эту карту. Перед вами будет вот этот друг, это взрослый бык. вот так. Ясно, что для каждого из вас угол будет немножко свой, рисунки не будут совпадать, поскольку углы-то разные. Идея понятна? Задача честная. Вперед. Так. Это сложно. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, славно. Поскольку предмет крупный, садитесь вот так вот, с торца вот вам этот молодой таранчик. Соответственно, это будет ваша задача. Ну, давайте молодые люди сидите там где сидите вот я ставлю это молодой бычок его предков взрослого это молодой бычок да? Вот это будет ваша задача. Ну, я эти уберем. А, дальше мы сейчас по-другому сделаем. вот такой путь устроим. вот так. Все. Оль, давай подумаем. Этот рисунок будет при вертикальном месте или при верзотаже? набросок. Вперед и так за 5-4 набросок. Напоминаю, сильно не нажимать и прежде всего не с деталями, а с внешним контуром разобраться. разобраться. .